Здравствуйте, уважаемые наши зрители и ученики! Мы продолжаем специальный массаж по мануальной терапии и мануальной коррекции позвоночника. В данном случае мы переходим к массажу ног спереди. Естественно, оголяем ту часть ноги рабочую, с которой будем сейчас проводить все манипуляции. Массажные действия под коленки подкладываем валик, для того, чтобы расслабить мышцы пресса и паховые мышцы, чтобы не напрягались. То есть, нога полностью расслабленно бежит. Поскольку некоторые говорят, что человек должен быть в стрингах, либо такие специальные медицинские трусики продаются для массажистов. В смысле, не для массажистов, а для пациентов массажистов. Некоторые говорят, что мышцы ног не надо массировать спереди, потому что мы сзади их уже массировали. Тем более, в голень это практически кость, что ее массировать. На самом деле, тут кое-что есть. И сейчас я вам эти секреты пока стараюсь продемонстрировать. И продемонстрировалось. Мы сделаем в одном видеоролике, чтобы не разбивать это все на сеты. Поэтому мы смазываем всю ногу целиком. Растираем ее быстренько. От голеностопа до самого верха. С пиралевидными движениями, продовольными движениями, поперечными движениями. При этом обходим коленку. Саму чашечку мы не дергаем лишний раз. Но зато перед ней, вот эти кистообразные мышцы, да, активно размассировали над ней, размассировали и всю бедерную поверхность. Особое внимание стоит уделить партняжной мышце. Она, как известно, самая длинная мышца нашего организма. Она идет, вот крепится примерно отсюда. Идет по спирали и заканчивается под коленной чашечкой с той стороны. Не под чашечкой, а под берцовой мышцей. Вот с этой стороны она крепится. То есть получается движение, с одной стороны сложное, но с другой стороны у нас как раз рука, как ни странно, именно это расстояние движется. Вот такое скручивающее движение будет. Уперлись в стол, с той стороны, чтобы нога не уезжала, да. И вот отсюда, и в под коленки ведем руку вот до сюда. Видите, она как заворачивается. Быстро натираем. Если нужно пожестче, можно кулачком, в принципе, устроить пройтись. И далее переходим сразу к разминающим движениям. Прищепкообразным приемом, который мы уже делали, когда обрабатывали ногу сзади, отодвигаем мясо от большой берцовой косточки. Если нужно пройти, особенно у бегунов, у тех, кто ногу ходит, самое большое напряжение, это вот в этих мышцах, да, то ногу разворачиваем, и ты сам не воркни, не крути. Пациент должен быть полностью расслаблен, предупреждает его, да. Поворачиваем ногу в эту сторону, и проходимся по этим мышцам медленно. Там комбаловидные мышцы тоже. С этой стороны кулачками, предплечьем можно пройтись, просто ладони ее разжимать. Доходим до коленки. Подробно прорабатываем мышцы вокруг самой чашечки. Мышцы крепления вот здесь, под большой берцовой костью, вот тут ямка такая, да, вот с нее, как бы, уводя жидкости туда. При лимфодренажном массаже тоже вот это вот очень важное место, особенно у женщин, вот они называют это уши, вот такие вот иногда будут, подвисают, да, вот их надо убирать и ждать туда и вверх, 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 пальчиками хаотично, да, вот мы лимфодренажном вверх, в паховую зону, где находятся лимфатические узлы. Далее все вот эти нависающие мышцы над коленной чашечкой пытаемся повести вверх при поднятии, да, такой скульптурирующий массаж, как бы нога после этого становится более стройная. целиком проходим все мышцы ноги, разминающими движениями, наскручивания проходим и лапа леопарда проходим до верха. Вот нога уже согрелась, уже чувствуется, что горит, да, даже. при поднимающими движениями, а такими тоже запомните, лево. И теперь переходим к таким мануальным манипуляциям. Сначала чашечку, поставили пять пальцев, вот так вот, да, получается пятиугольник, или вот пятиконечная звезда, по концам, как бы, звезды, да, накладываем эту звезду на коленку и получается, что мы волей-неволей попадаем на акупуляторные точки. Размассировали их, подергали так, пошатали чашечку и в другую сторону. Так, чтобы мы попали. Отношу зрительные мышцы, да? Точно, позвоните. Попали. Да-да-да, вот тут начинают с точки зрения, вот отсюда, достаточно чувствительные. Замечательно. Их можно отдельно промять. Ну, проточку мы не будем отдельно. Мы проточка снимем отдельное видео, да? Сейчас у нас, как бы, немножко не об этом речь. Удачно попал, да? Удача, почувствовала. Вот дальше ты попал, накиды, на тени. Так, поднимаем ногу, потянули ее на человека, придерживая коленку, чтобы почувствовать в растяжке. Ну, растяжка достаточно серьезно, да? Если мы будем надавливать вертикально вниз, прямую ногу, то это идет еще от действия на крестцово-подвздошное сочленение. Вот на вот это сочленение, оно вот начинает чуть-чуть расшатываться. Вот где крестец и подвздошная кость. Вот это в подвздошной кости. Видно, да? Иногда бывает, что человек сгибает ногу, противоположно, да, то вам бутылесу ту ногу подержать. Нет, это сам не держи. Массажисты подержать ту ногу. Для лимфодренажа и еще в целях большего лимфодренажа, да, и в целях, например, похудения и антисуалитных целях делаем еще вот такой прием на полотенчике либо на простым. Кладем его пятку, да, нога прямая и получается у нас движение разминающее бедро по кругу скручивающий. Здесь, как вы, смотрите, рука идет сюда, захватывает ткань, вторую руку может придерживать, если коленка действительно уходит за сюда. Ну, вот эту ткань проворачиваем доходя до паховой области. Чувствительно. Чувствительно, да? Далее, опять все вот эти вот изминающие движения от конечностей идем к центру, от периферии к центру. Вот это движение арифматическое трубобудвено номер три, если помните, да? И можно предплечье не так же вот ее продавить до самого низа в несколько заходов. После этого начинаем приемы с коленом. Нога расслаблена, да? Мы держим, как бы, колено придерживаем, да? И пытаемся почувствовать, где вот оно там заблокировано, где куда-то нога не идет. Проверяем, тестируем. Если все хорошо, то можно покрутить и ножку на него. Вот так раз хрустну здесь, да? Вот, растянули колено. Если все-таки достаточно жесткое колено, да, можно его еще захват вот такой сделать, придерживая противоположную ногу, проснулись вот туда, как будто бы мы пытаемся посадить человека в позу лотоса. После этого можно сесть лотос. Чувствуй, растяжка, да? Пошла. Вот. Подбиваем коленку под коленку, да? И сейчас будем гнуть ногу вот так вот, а стороной рукой на стопу. Поза называется газовая, Это болевой прием, да, на самом деле, если у борцов посмотрите, это болевой прием. Если болевой прием, тогда перекладываем руку сюда, наше важно отценить стопу. Разбокируем. 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 Мягче, да. Поза называется газовая, потому что с полным желудком человек может произнести, провести невольные выстрелы звуковые. Подать сигнал тревоги. Подать сигнал тревоги, да. И еще раз хочу сказать, что обычно мы все приемы делаем с левой стороны, начинаем, да, со стороны сердца. Кроме того, когда ноги делаем спереди, да. Почему? Потому что у нас перистальтика начинается справа налево идет по часовой стрелке работы перистальтика кишечника. А мы как раз на нее тоже делаем воздействие. Мы со стороны начинаем давить на вес кишечника. Вот. Так, следующий прием. Вот растянули ногу так, да. Теперь ногу на него натягиваем и давим прямо в живот. А этой рукой разминаем чашечку. Дыши, дыши. Вот правильно делать, что дышим. Следующий прием. Выпрямили ногу и под 45 градусов надавили на него на противоположное подреберье. Вот туда прям. У нас при этом открылись хорошо вот эти вот мышцы, которые было трудно размягчить или пролезть к ним, когда человек лежал спиной вверх. Вот вокруг бедренного, как раз открылся бедренный вертел, большой бедренный вертел. Ну и вокруг него кулачком достаточно жестко прорабатываем. Не хватает кулачка можно локтями. Вот уже сразу становится покраснение. Ты чувствуешь, как тянется, да? Тянется. Там мышцы вот эти вот тянуться, тянуться и чувствительность. Продолжаем их натягивать вторым, ну, следующим приемом. Раскрываем ногу только не до конца. Вот примерно под углом больше 90 градусов, ну, где-то 120 градусов, да? Положили ногу. Здесь уперлись рукой в его подвздошную кость, только чтобы было мягко. Старайтесь не давить на нее, да? А на мягкие ткани. Положите руку и как бы ладонью обнимаете эту косточку. Обняли. А это рукой давим в бедренные кости вперед. Растягиваем вперед, получается. Эту руку назад, а это вперед. Вот. При этом тянется все задние мышцы, бицепс, бедра. Чувствуешь, да? Вот, чувствуешь, да? Вот, чувствуешь, да? Вот, чувствуешь, да? Там тянутся. Растяжка. Далее растягиваем ногу вбок. Вот, растяжки на данном случае не хватает. Видите, как мышца сразу напряжена. Можно проверить, вообще, есть ли у меня там сила в этой ноге. Для этого тестируем. Ставим ногу, отводим по 45 градусов вбок, по 45 градусов разворачиваем, держи с руками за стол. А сам расслабьте голова лежит. Вот. И держи так, теперь ногу на весу держишь. Я буду давить вниз, а ты сопротивляйся. Ну, вот, в принципе, есть сила, да, но не до конца. Вот она где-то вот там проседает, но сила есть. Если у человека нога сразу падает, ну, продемонстрируем, как будто он упал, да, не держится, это значит, расслабляй ногу, это значит, все-таки идет напряжение в... который от позвоночника крепится к подошим костям внутри, и отсюда они крепятся к ногам. То есть нога поднимается вперед и отводится вбок. Вот как раз вбок, вы видите, не до конца отводится. Так, там на схемах у нас этих мышц не показано, да? Ну, ладно, я вам еще картинки пришлю, как эти мышцы выглядят. Ну, они идут там внутри. Чтобы до них добраться, что мы делаем? Надо вот этой косточкой ведерной поднимо стяжелось. Нога расслаблена пока просто лежит. Вот эта косточка выпирает, видно, да? Давим над ней, только не в нее, потому что в нем кузлы еду, да? А немножко над ней, как бы, подбирая ткани сверху, вот туда, на косточку, да? И пытаемся пролезть поглубже, вот это так, к животу. Важно, чтобы живот был пустой. Иначе просто переполненные кишки нам будут мешать. Дыши-дыши. Невольно? Чуть светить. Дыши-дыши, да? Потом, наше хвостик, глубже-глубже добираемся. Даже в этом нужно работать аккуратно, поэтому внедряемся в нее не резко, а вот медленно пытаемся дойти глубже до этого мышца за позвоночник, который я показывал, вот сюда подбираемся. Вот добрались. Есть, да? Теперь, чтобы больше расслабить, берем ножку, крутим, отводим, вот работают, мышцы ноги. Мышцы ноги. Немножку там уже пролюбилась, когда вы уже до не дошли. Чувствуется, да? А, чувствуется. Вот, пресс немножко да, может мешать. Не, не, сам мог бы ни шить, ни шить, ни шить, ни расслабить, ни расслабить. Вот она просто лежит. Вот эти мышцы теперь взяли, они тоже бывают болезненно, да? Их отделили, полу массировали, чувствительно, провибрировали, вот, правило, достаточно двух-трех минут. Вот, вот эта мышца ярко выражена, есть еще одна маленькая мышца здесь, вот, если она болезненная, да, то просто в нее, вот, уперлись, перетянутая, да, чуть-чуть, проимпирировали корпусом, чтобы, чтобы не травмировать. Как правило, после такого сеанса, уже сразу нужно увидеть, держит за стол, тестер, корпус лежит, расслабленный, ногу держим, да, ты уже сразу напрягаешься, просто держи ногу, не напрягайся, не напрягайся, вы просто держишь в воздухе, держи, держишь, жилье, я теперь давлю вниз, это запрещуясь, да, легче, чувствуете, что легче, железнодорожен, хотя мы, как бы, демонстрационных целей, подробно, не, не размассируют, да, так, следующий прием, берем, ногу, кладем на руку, на свою, да, и придержим за пятку, раскручиваем, в одну сторону, и в другую сторону, и вот тазовое сочленение, раскрутили, если у нас, нам нужно подправить ему, крестцово-подвздошное сочленение, да, с той стороны, или пять с один тоже размену, то можно дернуть, если нам нужно крестцово-подвздошное сочленение, чуть-чуть раздвинуть друг от друга, еще раз покажем нашему Василию Ивановичу, вот если, да, косточки, то мы ногу будем поворачивать вот так вот, сюда, и заодно у нас еще может повернуться, мобилизироваться вот этот вот, малый бедренный вертел, ты не расслабься, ничего не делать, расслабься, так, расслабиться не может, чуть-чуть, так, ладно, я просто будем продемонстрирую, для этого мы смотрите, что делаем, это вот уже вот, мы нанотерапию начинается, упираемся противоположной гелеметрии, нанотерапию кости, чтобы не было больно, положим руку вот так, чуть-чуть идёт больно, да, нормально, чтобы на узле не нажать, мягко и мякоть в ладони, и стараемся расшатать эти сочинения, там, внутри, расшатываем, расшатываем до той степени, пока не почувствуем, что он расслабился, и потом просто делаем резкую разводку, на проекте расслабься, вот так, после этого, можно услышать, как у нас мобилизировался, встал на место бедренный участок, вот эта вот шейка бедра, та самая, которую часто ломают, теперь вытягиваем ногу вперёд, хватаемся и за пятку, а с этой стороны, выше, над коленкой, ногу опять разворачиваем на 40 градусов, на себя, 40 градусов на себя, корпус натоняем, но корпусом, производим ему растяжку, натягивая за пятку, видите, как тянется пятка, стопа тоже, что застянулась, застянулась, так, укладываем ногу обратно, и теперь смотрите, сгибаем её к нему, но расслабленно, кладём на стопу, вот так вот нам помогает, подушечка в этом плане, и обходим пациента с той стороны, одной рукой, прорабатываю ему свод стопы, во время обхода, чтобы наши движения, были экономичны, и мы не теряли лишнего времени, а теперь все мышцы, по внутренней стопе, по внутренней стороне, ноги, отжимаем, вот так вот, вниз, от костей, руками прошлись, при этом, эта рука работает постоянно, теперь, прошлись по меридианам, травяничного обливателя, по китайской терминологии, прошла с кулаком, лимфу продавили, а эта рука всего массирует, вот стопы, опять, на эти паховые мышцы, уперлись, они полезны, да, и пронимаем, и в заключение, обходим человека, встаем спереди, разминаем его, стопы полностью, наружу их, разворачивая, потом внутрь, разворачивая, друг на друга, если плохо забивается, то можно сначала левую ногу, потом правую, или сначала правую, потом левую, теперь, как вы одеваем на большие пальцы, свои кисти, да, стараюсь выпрямить его ноги, ноги должны бежать напрямую, вот, натягиваем на него, либо, для этого нам уже валик мешает, поэтому его может просто вытащить, тут идет воздействие на, костно-связочный аппарат, опять, вот эти сочленениями, расшатываем крестцово-подвздошные, для этого нога должна быть прямой, вот мы уперся, да, и провибрировали, потом по очереди продергали, и с поворотом, вот видите, бедро выходит, видите, начинают бедро играть, бедро насочленения тоже проработали, промассировали, потом вытянули их на себя, и медленно растянули, есть такие остеопатические приемы, крайне сакральные, когда вот мы медленно-медленно тянем, и позвоночник за это время сам настраиваете, потихонечку-потихонечку встает на место, дополнительно для разгрузки R5-S1, вот это сочленение, да, перехода позвоночника в крестец, мы человеку можем приподнять и потянуть за ноги, чем выше, тем лучше, с легким покачиванием, здесь важно именно легкое покачивание, как пусть тянется, тянется, замечательно, по очереди, по кругу, может в принципе сделать, если там что-то позволяет, да, тело человека, то заплатить ноги побольше, и покрутиться целиком, покрутиться по вещи, штрихнуть его, далее, есть еще такой прием, когда мы можем, потянуть человеку полотенцем, либо, ну, если руками у вас не получается, да, как альтернатива, простыню, либо полотенцем, сворачиваем это все валиком, обнимаем голеностоп, получается вот такой узелок, тут нужно переняться на горшку, чтобы стол не ездил, если у кого-то скользкий, да, человек держится за стол, либо второй человек вам помогает, держит его за грудной отдел, потому что нам сейчас важно растянуть поясницу, схватились, и тянем, также можно повыше поиграть, пониже, и когда почувствуем расслабление, в конце дернуть, вот, хорошо тебе, да, замечательно, расслабление идет, сам так не сделаешь, сам себя, конечно, так не держишь, да, так не делаешь, затем люди и обращаются к нам, к специалистам, за такими мануальными приемами, которыми происходит быстрая мобилизация, после связочного аппарата, уходят все функциональные блоки, и человек после ваших волшебных рук остается здоровым, поэтому, если вы хотите научиться таким практикам, приходите к нам на тренинг коллегу Валафу Будвину, он вас всему научит и поставит вам руки, а смотреть видео вы можете бесконечно, но это будет бесполезно, вы по видео ничему и научитесь, практика, и только практика, и она только здесь, до новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok